На самом деле, чем я хотела немножко поделиться, что вот в прошлом 2016 году мы столкнулись с таким неприятным, как бы вот таким моментом, да, когда люди, ну, крадут свой контент. То есть наверняка большинство из вас тоже, если вы выходите на большую аудиторию, то вот это вот, как бы такая вещь, она, к сожалению, существует, но по разным причинам, да. Но существует такая опасность, такая вещь, как когда ты даешь какой-то действительно ценный, хороший контент, будь он платный, да, или же бесплатный какой-то вебинар, то иногда происходят такие вещи, что кто-то у тебя что-то крадет. У нас была такая ситуация в прошлом году весной, когда я провела один бесплатный вебинар, и мне потом написали другие девочки, говорят, смотрите, а вот ваш вебинар, там другая девочка ведет, да. И, как бы, и ситуация была такая, что в вебинар там были слайды, и мой голос, и человек что сделал, он утащил, как бы выбросил мой голос, оставил вот это видео слайдом, и сама своим голосом, значит, зачитала все слайды для своей аудитории. Ну, понятное дело, что такого человека мы исключили из всех программ, мы закрыли ей доступ, но, как бы, если бы это произошло год назад, наверное, в 2015-м, я бы там рвала и металл, что называется, да, там, было бы куча эмоций. Вот, но сейчас, поскольку уже много чего проработано, то есть, ну, да, ну, человек сделал, человек не умеет, не понимает, как выстраивается граница, и мы просто закрылись, забанили человека, и дальше уже пускай она там сама разбирается со своей. Просто, что тут еще? И вторая ситуация у нас тоже была такая неприятная, когда девочка пришла на программу по премиум-программам, и потом, когда она ее закончила, она стала другим предлагать тот же самый материал, только в несколько раз дешевле, да, и потом опять мне девочки пишут, говорят, вот такая ситуация. Вот, то есть, о чем это говорит, конечно же, это говорит о том, что, ну, вот, к сожалению, такие люди есть, да, и кто, как бы, пытается взять что-то вместо того, чтобы получить, получить опыт, пересоздать что-то свое, и тогда уже можно что-то, какую-то свою, другую интерпретацию совершенно подавать в мир, да, уже ваше что-то. Что-то исходящее из вас. То есть, не работает, когда мы просто берем и затаскиваем что-то чужое, как бы, выдавая это за свое. Вот, к сожалению, такие вещи у нас встречаются, и я знаю, что у нас некоторые девочки даже боятся иногда работать в парах, вот, когда касается каких-то таких авторских моментов, да, знаю, что иногда может кто-то чего-то украсть. Вот, но я думаю, тут, как бы, можно, с одной стороны, конечно, не давать ходу таким людям, да, то есть, вот, моя стратегия теперь это просто бан и до свидания, человек лишается вообще всего возможности работать с нами и обучаться у нас. Вот, ну, и, конечно же, с другой стороны, нервы тратить на это не стоит, вот, единственное, чем это вот, ну, так неприятно, да, по отношению, как бы, к другим людям, которые идут на этого человека, думая, что он эксперт, вот, а он там, как бы, на самом деле ничего не знает, да, то есть, на самом деле, он, как бы, пока на данный момент просто вот что-то спер, да, что-то, что-то попытался другим перепродать. Вот, то есть, вот эта вот ситуация, она такая, и когда вы будете выходить, кстати говоря, и вы будете становиться более, как бы, больше привлекать большее количество людей, такие ситуации могут складываться, вот, и тут важно понимать, что, ну, это, как бы, вот, минусы, такой, так скажем, выхода на большее количество людей, да, когда тебя пытаются копировать, когда пытаются, как бы, украсть у тебя чего-то. И, как бы, ну, принимать это, как, спокойно, да, без всяких различных неприятных для самих себя, то есть, чтобы это для вас не было энергетическим вот таким вот, ну, выбросом энергии, да, то есть, ну, забанили, до свидания, всё, поехали дальше. Да, есть такое, угу, Ирина тоже пишет. Вот, вот, то есть, эта тема такая неприятная, но, как бы, мне хотелось вот с вами поделиться именно с точки зрения того, чтобы понимать, как вам вести в ситуации, если вы увидите, что кто-то что-то делает такое по отношению к вам. Да, вот, и понимание того, что всё-таки важно вот эти вот границы и уважать чужие, и выстраивать свои границы, и точно так же не, как бы, вот всю энергию туда не отдавать, потому что, на самом деле, если всем этим заниматься, да, и начать, там, не знаю, слишком много туда энергии выбрасывать, то у нас откуда уходит энергия? Уходит энергия от продвижения, от создания чего-то нового, от качественной работы с клиентами, всё это у нас, как бы, уходит, да, поэтому наша цель-то, как раз, вот, именно это, а не та.